Под перестук коклюшек у мастерицы Галины Тризна на свет рождаются самые разные кружевные изделия. Ловко перебрасывая нити, она шаг за шагом воспроизводит рисунок, приготовленный на сколке. Так называют трафарет будущего изделия. Это у меня второй день, но это же маленькая работка. Это второй день, но это будет вставочка со стойкой воротничком. Я такой еще стоечки не делала, и поэтому мне очень захотелось. Думаю, попробую. Свои пробы Галина Николаевна начала с изготовления самих коклюшек. Случилось это больше 30 лет назад, когда ее двухмесячный сын лежал еще в кроватке, а супруг пропадал на заработках. Я думаю, господи, да что я не сделаю коклюшки себе? Я пошла в лес, наломала вереска. Ну вот, ну глупость, 30 лет ума нет, не знаю. И сама ножичком, вечерами, раз-раз-раз, когда минутка свободная, я сделала 7 пар. Это 14 штук. Все было замечательно. Дальше были слезы. Я их решила вымыть. Я их вымыла и положила на батарею высушить. Ой, утром встала. Ну вереск, это же вереск. Я же не знала свойства этого дерева. Они все погнулись. Впоследствии Галина Тризна уже не совершала таких ошибок. В ее коллекции можно наблюдать самые разнообразные коклюшки. Есть среди них и уникальные экземпляры, которым больше 100 лет. Сейчас в интернете, вот одна коклюшка стоит 39 рублей. В интернете как-то один раз была скидка, и они были по 29. Нужно 10 пар в основном, чтобы был запас. Вот 10 пар. Они идут из породы дерева. Можно сделать березовые, можно сделать бук, можно дуб. Плодовые деревни из яблони очень звонкие коклюшки. Мне нужно было тоненькие и длинные. Я сначала плела, мало накладывала, складывала. Вот 3-5 пар. А надо же, чем больше возьмешь в руку, тем повышается скорость плетения. И были стулья обычные, и в них были деревянные палочки. Я эти деревянные палочки взяла, отдала мне вот сделать. Дешевые, сергитые. И причем они ведь звонкие. Они не то, чтобы вот перезвон-то какой у них. Они вот прямо хорошо звенят. Мне вот это как-то нравится. Как и любого творческого человека, садиться за работу молодую мастерицу приглашала вдохновение. Стремление украсить свою жизнь всегда выделяла Галину Николаевну. Хочу косынку, сильно хочу косынку. Сколок у меня дали. И вот этой косынке, вы меня простите, конечно. Косыночка очень старая, ей 30 лет. Но я ее люблю. Я ее люблю, я ее ношу. Я не стесняюсь. Я не стесняюсь, и все знают эту мою косыночку. Я ее одеваю, хожу и в храм, и везде. И летом жарко одела и пошла. И мне вот, ну дело в том, что ниточки здесь вот были, по толщине ниток, это три нитки ЛХ, или две нитки десятка. Это толстовато немножечко. Я потом уже поняла, что это толстовато. Для кружевного творчества начинающим рукодельницам понадобится не один моток ниток. Около сотни иголок с головкой и мягкий барабан на подставке. Как барабан делается, как Ольга Гавриловна сказала, так и сделала. Сшила сначала мешок, затянула, набила, высушила опил. Опил должен быть очень мелкий. Я его высушила и набила. Сверху чистое, чистое вот это вот полотно одела. Прошло какое-то время, опил же высыхает. В квартире же сухо, опил высыхает. Потом еще подбивала, еще, еще. Но вот этот барабан у меня тяжеловат стал. И думаю, надо его как-то полегче сделать. И где-то потом вычитала, что можно взять пятилитровую бутылку пластиковую, вовнутрь пластиковую бутылку, а вокруг бутылки насыпать опил, он же полегче. И вот управляюсь. Чем тоньше палочка, тем быстрее идет работа. На одно изделие Галина Тризна может потратить от нескольких дней до нескольких месяцев. Готовые кружевные работы она с удовольствием приносит в дар близким. Любит показывать их на выставках и охотно делится своим мастерством с окружающими.